Общее построение команд участниц, инструктаж, на старт, внимание, марш! Состязания должны определить, кто самый смелый, ловкий и умелый, но соперники здесь непростые. Военная служба обязывает быть физически подготовленным к любым трудностям. Почти в каждой семье папа занимается бегом, борьбой или другими видами спорта, но и мамы с детьми не отстают. Часто вы принимаете участие с семьей в спортивных мероприятиях? Почти что каждый день. Прогулки на велосипедах, пробежки. Стараемся поддерживать форму и заниматься спортом. Вы хотите здесь победить? Выиграть здесь? Главное, конечно же, не победа, а участие. Степан у нас призер города по греко-римской борьбе в этом году в своей весовой категории. Так что мы со спортом дружим. Основная задача участников – прийти к финишу быстрее соперника. На полосе препятствий несколько видов испытаний. Набивание теннисного мячика на ракетке, преодоление обручей, прыжки на скакалке, проход по скамейке, броски мяча в корзину. Сегодня проводится спортивное мероприятие на базе спортивного центра физической подготовки ЦСКА, посвященное мама, папа, я, спортивная семья. От фото представлено более 30 коллективов. Дети сделали в этом году пороговый минимум. Участвуют дети от 8 до 14 лет. Это ежегодные мероприятия. Мы проводим раз в год, и с каждым годом мы все больше и больше усовершенствуем эти мероприятия. Эстафету начинали по старшинству. Папа, мама, затем сын или дочка. В этом году в состязании нужно было показать не только силу и ловкость, но и творческие качества. Завершающий этап эстафеты – задание «Нарисуй рисунок». Так как в состязании участвовали семьи Черноморского флота, участники должны были на скорость все вместе нарисовать корабль. Судья фиксировал время каждого члена семьи. По итогам состязания оно суммировалось. Были некоторые свои сложности, но мы все преодолели. Вы спортом каким-то занимаетесь? Да, я занимаюсь ориентированием 25 лет. Папа у нас. Сын занимается ушел? Ну, да. А мама? Мама. Выиграть хотите? Конечно. Но главное не победа, а главное – участие. Мы участвуем первый раз, очень приятно в такой программе участвовать. После эстафеты организаторы провели конкурс на лучший рисунок корабля. Дарья Юхновская, Андрей Вовк, Севинформбюро.